Совсем недавно от китайцев можно было видеть другую водонепроницаемую модель, Aukitel WP2. Смартфон обладал 6-цент-квод, дисплеем и аккумулятором на 10 тысяч мах. Естественно, по всем этим причинам, он не мог похвастаться небольшими размером. Его размеры составляли 177,5 на 86, 0 на 17 мм при весе чуть больше, чем 360 грамм. Видимо, потому компания решила выпустить более облегченную модель, с уменьшившейся до 5,5-цент-квод, диагональю и аккумулятором в два раза меньше, на 5 тысяч мах. И в то время, как водонепроницаемость осталась по стандарту IP68, по сравнению со старшим братом смартфон потерпел и другие изменения, о которых и будет дальше. Сравнение характеристик Aukitel WP1 и WP2, операционная система, Android 8, 1 против 8, 0, сети SIM GSM Figma LTE. Количество SIM-карт 2, NGT, 2G GSM B5-850, B8-900, B3-1800, B2-1900, NGT, 3G Figma B8-900, B2-1900, B1-2100, NGT, 4G Figma DT-LTE, B1-2100, B3-1800, B7-2600, B8-900, B20-800. Тип SIM-карты, NENO SIM. Экран 5, 5-цент-квод против 6, 0-цент-квод, тип дисплея, EPS. Разрешение 1440х720 против 2160х1080. Процессор, MediaTek MTK6763, 8 ядер, 2. 0GZ против Mount 6750. Графический процессор MOLLE-G71MP2 против MOLLE-T860MP2. Оперативная память, 4 ГБ. Встроенная память, 64 ГБ. Поддержка карт памяти, MicroSD до 128 ГБ. Основная камера 13 плюс 0. 3 МП против 16 плюс 2 МП. Фронтальная камера 5 МП против 8 МП. Интерфейсы Wi-Fi 802, 11A, BGN, Bluetooth 4. 2 USB Type 100. Модуль NFK нет. Навигация GPS-A-GPS, GLANAS. Аккумулятор, 5000 МАХ ЛИППОЛ против 10000 МАХ. Защита корпуса, IP68. Размеры корпуса, 168. 8х81. 9х13. 9 мм против 177. 5х86. 0х17 мм. Вес, 256 грамм против 366 граммов. Основные характеристики указаны для OKTEL WP-1. Как видите, изменения произошли не только по внешним показателям, а и с начинкой, в первую очередь, изменился чипсет. Учитывая, что стоимость при этом не увеличилась, а МТК-6763, он же Хэлли Пи-Пи-23, уже не самое бюджетное решение, это можно считать прогрессом. Правда, в то же время нельзя не обратить внимание на разрешение дисплея 1440 на 720, оно заметно уменьшилось. Это несколько печалит, как для смартфона все еще немалой диагональю в 5.5 дюймов. Хотя, с другой стороны, это идет на пользу и так выросшей производительности. Нет, как говорится, худо без добра, но да ладно, пока хватит обсуждений характеристик, давайте перейдем непосредственно к предмету обзора. Краткое содержание. Коробка, комплект поставки. Внешний вид. Сборка. Размеры удобства использования. Дисплей. Операционная система. Оболочка. Бенчмарки производительности. Дополнительные тесты. Тест на водонепроницаемость. Другие материалы. Камера. Примеры снимков. Аккумулятор. Тесты. Выводы. Коробка, комплект поставки. Смартфон Aukitel WP1 поставляется в относительно большой картонной коробке белого цвета. Это стандартная упаковка для смартфонов компании стоимостью более 100 долларов. Никаких претензий к ней нет, не считая ни информативной наклейки с характеристиками EMA на задней стороне, на которую следовало бы вынести действительно информацию о модели, расположившейся внутри. Вся сопутствующая смартфону комплектация расположена в отдельных коробках. Можно найти. Зарядное устройство. Type 100 кабель. Переходник на 3,5 мм. Переходник OTG. Скрепка для сим-лотка. Инструкция. Гарантийный талон. Оба переходника заявляются как подарки к заказу, но все мы знаем, что они и так являются частью комплектации. Aukitel WP1 обладает беспроводной зарядкой, о чем упоминается почти в каждом заголовке, и вот было бы куда приятнее, если бы в комплекте подарком шла как раз эта самая беспроводная зарядка, которая у Aukitel имеется даже под собственным брендом, Aukitel S1. Все провода белого цвета, Zoom номер моделях GFC018K7U, поддерживает функцию быстрой зарядки, потому имеет следующие характеристики. 2i5795. Инструкция сразу на нескольких языках, но на русский переведена посредством Google Translate. Внешний вид. Сборка. Aukitel WP1 существует в трех традиционных для защищенных смартфонов, расцветках, черной, темно-зеленой и оранжевой. Только вот между собой они мало чем отличаются. Совсем ничем. Можно было бы предположить, что смартфон и от WP2 мало чем будет отличаться, по крайней мере, спереди обе модели действительно очень похожи. Но компания решила пойти немного дальше и хорошо кастомизировала заднюю крышку. Там появилось стекло, говорят, отличное решение для защищенного смартфона, и косметическая стальная вставка. В общем и целом, чтобы не описывать на словах, предлагаю просто взглянуть на фотографии, стекло отлично бликует. Фото смартфона на другом фоне. Передняя панель смартфона с виду полностью пустая. В глаза бросается только в очередной раз неаккуратно наклеенная защитная пленка, за которую, конечно, можно сказать спасибо, но которую перфекционистом сразу же придется снять. В верхней части передней панели расположились датчики приближения и освещенности, фронтальная камера и разговорный динамик. LED-индикатор, по какой-то причине, забыли. В нижней части пусто, не считая пылинки. Задняя крышка куда напичканей, не считая бликающего, чего уж говорить, бликует красиво, стекла. В верхней части расположена стальная вставка в двумя модулями камер, двойной LED-вспышкой и сканером отпечатков пальцев. Стальная вставка с полированными гранями, пальцы не режет. Но эту роль, по непонятным причинам, выполняют выступающие винты, в центре задней стеклянной крышки, действительно стеклянной, красуется огромная пиктограмма, увеличающая о беспроводной зарядке. Не очень понятно, зачем она вынесена на такое видное место, тем самым создавая впечатление чуть ли не тестового образца, а не финального смартфона. Нижняя часть задней крышки, которая под стальной декоративной полоской с выгравированным логотипом компании, резиновая и с информацией о IP68. Рядом расположился динамик. Стоит отметить, что совсем не маленьких размеров. Что касается граней, разъем для зарядки прикрыт очень плотной резиновой заглушкой. Заглушка действительно очень плотная, и без подходящих ногтей открыть ее вам будет трудно. Верхняя грань пустая, тут лишь огромный слой защитной ТА резины, правая грань наделена качелькой регулировки громкости и кнопкой включения. Кнопки, к сожалению, слегка люфтят. Левая грань со слотом для двух сим-карт, Nano, и MicroSD, тоже под резиновой заглушкой. Тут опять используется система либо то, либо это, поэтому вам придется выбирать что важнее, или память, или два сим-карта. Благо, хоть 64 гигабайта в большинстве случаев будет достаточно, чтобы не трогать фиктивный слот для MicroSD, забавно, но комплектная скрепка для сим-лотка к нему не очень-то и подходит, по крайней мере, ею нельзя подеть лоток так, как это было задумано, с помощью язычка. Он туда не влазит, поэтому придется найти что-то тоньше, либо ухитриться подеть лоток другой стороной скрепки. Смартфон ощущается в руке очень монолитно, иначе быть не могло, дисплей обрамляет огромный слой защитной резины, на которой, если присмотреться, можно заметить стыки литья. Тем не менее, дефектов никаких нет. Сам корпус нигде не отходит, не скрипит и не заставляет сомневаться в своей прочности. Не считая задней стеклянной панели, она ой как ставит под сомнение весь шаг-пруф. Но это и не в новинку, это не первый смартфон, ориентированный на неблагоприятные условия использования, имеющий в своем корпусе стекла больше, чем можно было бы хотеть. Китайцы предлагают посмотреть на дроп-тест, который Aukitel WP-A1 успешно пережил. В принципе, а разве кто-то видел дроп-тесты, которые в итоге не были пережиты китайскими смартфонами? Сомневаюсь. Размеры удобства использования. Размеры Aukitel WP-1 168, 8 на 81, 9 на 13, 9 миллиметров, вес 256 грамм. Это не мало, но норма, как для защищенного устройства. Удивить может толщина в 14 миллиметров, но тут это, опять же, оправдано. Наверное, потому китайцы и продолжают развивать свою линейку защищенных устройств, для тонких устройств нужно нанять дополнительных инженеров. Ширина корпуса составляет 82 миллиметра, что также немало. Это накладывает ограничения на удобство использования для тех, у кого не особо большая рука. Тем не менее, смартфон удобно лежит в любой руке. Его толщина отыгрывает и положительные стороны. В отличие от WP-2, у которого сканер отпечатков был расположен на боковой грани, в силу своей действительно уже рекордной толщине в 17 миллиметров, тут все проще, сканер под тыльными камерами. В принципе, расположен он ни низко и ни высоко, дотягиваться нетрудно. В дополнение к сказанному, добавляю сравнение WP-1 iPhone 6,4, 7-end-quote, дисплей. В смартфоне установлено 5, 5-end-quote, 18-9, IPS-матрица с невпечатляющим разрешением 720 на 1440. Наверное, производители начали забывать, что обычная HD – это норма максимум для 5-end-quote, да и там, куда приятнее смотреть на стандартные Full HD, в общем и целом, тут Oukitel сэкономили и остается надеяться лишь на то, что это того стоило. Нестандартное соотношение сторон, в таком большом корпусе, не чувствуется так сильно, как в безрамочных смартфонах. А держа в руке такой брусок, на существующие рамки взгляд и вовсе не падает. Сайт Davis Sifications.com провел тестирование дисплея, по итогам которого яркость матрицы WP1 составляет 557 CD-M2, что можно сравнить с результатами Xiaomi Mi 5C. Более того, сайт привел соответствие RGB-треугольнику, где смартфон демонстрирует вполне достойные результаты. Полный англоязычный обзор вы можете прочитать тут. Несмотря на достойные результаты в тестированиях, лично мне дисплей смартфона понравился не так сильно, как хотелось бы. В моем экземпляре было несколько битых пикселей, которые при таком разрешении хорошо видимы, а черный цвет инвертируется почти сразу же, как вы отводите экран в сторону. Поэтому черные картинки на рабочий стол лучше не ставить. Мультитач на пять касаний, из-за того, что дисплей 18.9, многие видео, в том числе и на YouTube, будут проигрываться с черными полосами по бокам. Больше фотографий дисплея, операционная система, оболочка. В качестве операционной системы выступает относительно новый Android 8.1 Oreo с собственной предустановленной оболочкой от Aukitel, если ее можно так назвать. Проявляется это в том, что меню приложений в смартфоне отсутствует, вместо этого все иконки выстраиваются на рабочих столах, подобно iOS, наверное, китайцы учли частые замечания насчет того, что они трогают меню приложений, делая его полупрозрачным, и поэтому они решили вообще от него избавиться. К сожалению, ничего хорошего я в этом не вижу. Как минимум потому, что смартфон большой, и дотянуться до верхней части экрана не так легко, как открыть меню и пролистнуть экран с приложениями настолько, чтобы иконка нужного попала под палец. Более того, китайцы затронули и сами иконки. Имеется несколько тем, которые можно просмотреть нажав кнопку многозадачности и войдя в сим. Ничего плохого в иконках нет, если бы только они были под все приложения, которые вы можете поставить, а такого чисто физически невозможно. Если сторонние лаунчеры еще могут предложить несколько тысяч заготовок для самых популярных приложений, то Oukitel нет. А для всех тех программ и игр, которые без заготовленной иконки, предусмотрена простая рамка. По итогу, какой смысл от стилизованных тем? Никакой. А включить стандартные иконки Android 8? Один нельзя. Для этого придется поставить сторонний лаунчер. Пример одной из тем. В принципе, на этом с оболочкой и покончено, хотя ничего хорошего в ее адрес сказано и не было. На момент написания обзора на смартфоне была установлена последняя, для модели, прошивка с патчем безопасности от 5 июля. В настройках у смартфона ничего кардинально нового нет, но пройдемся по тому, что имеется. Во-первых, конечно же, есть сканер отпечатков пальцев, который официально поддерживается Google. Проблем по этому пункту WP1 не имеет, и пользоваться смартфоном со сканером вполне удобно. А также есть разблокировка по лицу, эта фишка в смартфонах компании довольно новая, и в последних моделях, в которых присутствовала, она работала без особых сбоев. Так и в этот раз, в настройках сохраняется снимок вашего лица, и нажимая на кнопку разблокировки экрана, камера попытается вас опознать, внизу экрана появляется соответствующая иконка. Происходит это на удивление точно и быстро. Ночью для подсветки включается белый экран, с которым распознавание несколько теряет свою точность, но все еще продолжает функционировать. Из предустановленных 64 гигабайта памяти пользователю доступно около 56 гигабайтов. Недавно у меня на руках была другая модель, Aukitel 112 Pro, и вот там в настройках нельзя было включить отображение заряда в процентах. Скорее всего это было связано с дисплеем с челкой, но на всякий случай отмечу, что WP1 этой функцией обладает. Отдельным пунктом в настройках смартфона является умный помощник, в котором, на очень кривом русском, есть возможность настроить пару жестов. В частности, можно добавить жесты для сканера отпечатка пальцев, например, на долгое зажатие сканера можно добавить либо скриншот, либо возврат на рабочий стол. Вполне удобные шорткарты. Тут же, в умном помощнике, можно выбрать расположение навигационных кнопок. К сожалению, в этот раз, почему-то забыли добавить кнопку спуска шторки уведомлений, в таком большом смартфоне она бы очень пригодилась. Но и помимо перечисленного, отдельными пунктами закинут жест для скриншота тремя пальцами и жесты с датчиками приближения и ориентации. А у Кител WP1 работает плавно и без каких-либо видимых глюков или чего-то подобного. Другое дело, что тут имеются спорные моменты, с которыми придется мириться. Благо, почти все поправляется сторонним лаунчером. Бенчмарки производительности. Одно из самых главных отличий WP1 от WP2 заключается именно в начинке. Новая модель получила полуфлагманский Helio P23, который хоть и не удивляет при стоимости смартфона тильда 150 долларов, но хотя бы не заставляет думать о том, что производитель сильно сэкономил. Видеоускорителем является MOLLE G71MP2, работающий на частоте 850 ms. Дополняет все это 4 гигабайта оперативной памяти. Небольшая сводка по видеоускорителю в сравнении с тем, что установлен в WP2, MOLLE T860MP2, Антата показывает неплохие 85 тысяч очков. Совсем не рекорд, но куда лучше тех 40-50 тысяч, что были почти на всех смартфонах компании в любом из ционовых сегментов. Стресс-тест Антата, Гипбенч 4, Гвксбенч, Кмарк, Тридмарк. Характеристики устройства по версии AIDA64, по итогу можно сказать, что Oukitel WP1 уже куда лучше подойдет для требовательных приложений, может быть, игр, хотя игровой модель, в общем-то, не является. Для таких целей лучше брать что-то мощнее и лучше и вовсе на Snapdragon. Дополнительные тесты. Смартфон поддерживает Wi-Fi в двух диапазонах, в двух, 4 ГЗ и 5 ГЗ. Соответственно, все упирается лишь в качество приема. И никаких проблем с этим нет, через несколько метров и одну бетонную стену WP1 отлично ловит сигнал и показывает такую же скорость, как и все остальные устройства в доме. Что касается GPS, то тут он традиционно с GLANUS и ACPS, от него уже можно было бы ожидать все что угодно, но и тут обошлось без неприятных сюрпризов, спутники находятся с первых секунд, подключение происходит в течение 30 секунд. На улице с этим еще лучше. Еще одним нюансом китайских устройств являются датчики. Иногда китайцы то ли экономят на них, то ли банально забывают об их существовании, но проблемы имеют место быть. Не сказать, что Aukitel WP1 обладает всем, чем только можно было. Но все же, основные датчики тут не забыты, и это уже хорошо. Подробная информация о присутствующих датчиках. Смартфон поддерживает 4G и все основные стандарты связи. Хоть это и было написано в характеристиках, но продублирую NGT, 2G GSM B5-850, B8-900, B3-1800, B2-1900, NGT, 3G Figma B8-900, B2-1900, B1-2100, NGT, 4G Figma B1-2100, B3-1800, B7-2600, B8-900, B20-800. Внутри может поместиться 2 nano SIM-карты, но радиомодуль 1, как и микрофон. Поэтому в ветряную погоду лучше стараться не разговаривать. Но, само качество связи и громкость, как микрофона, так и разговорного динамика, на хорошем уровне. Помимо этого, смартфон поддерживает ОТГ, было бы странно, если бы не поддерживал, при наличии переходника в комплекте. Тест на водонепроницаемость, другие материалы. Несколькими пунктами выше уже было видео с тем, как со смартфоном проводят дроп-тест, теперь же можно коснуться и водонепроницаемости. Я провел тест, окунув смартфон в вазу с водой на чуть меньше, чем полчаса. Пользоваться экраном под водой нельзя, реагирует он плохо, из-за чего и приложение секундомера постоянно сворачивалось. Но благодаря бюджету часов, как шло время, видно. Последние кадры работоспособности на замедленной, но не так сильно, как хотелось бы к гифке, дополнительные фотографии, камера, примеры снимков. Традиционно для китайских устройств, по крайней мере, в случае с Aukitel, в смартфоне установлено два тыльных модуля, один из которых – фейковый. Зато, в этот раз снизили разрешение ненастоящего модуля, до смешных 0.3 MP. Можно было бы предположить, что с таким разрешением он существует, чтобы определять расстояние до предмета съемки, но ничего этого он не делает. В настройках камеры есть режим, позволяющий создавать глубину резкости, который, правда, переименовали в блюр. Да, это слово куда лучше подходит, чем все остальные, потому что функция является программным фильтром с простым радиальным размытием. Что касается информации об основном модуле, то это древний Sony IMX 135, сенсор на минуточку, 2013 года. Диафрагма составляет f2.8, максимальное разрешение снимков 4160 на 3120, видео – до 1080p 30 fps. Фронтальная камера на 5 MP, Galaxy Core GC5025. Оба модуля без интерполяции. Настройки камеры. Снимки сделанные на основную камеру. Мета-данные одного из сделанных фото. Мета-данные видео в 1080p. Примеры видео. Скачать все оригиналы фото и видео из обзора можно скачать по ссылке, я, диск. Аккумулятор, тесты. В отличие от большого брата, аккумулятор у WP1 в два раза меньше, всего 5000 амах. Это немало, особенно как для смартфона с HD-экраном. Все упирается в оптимизированности, конечно же, режимы использования. Режим ожидания со включенным Wi-Fi и приходящими уведомлениями за тильда 7 часов отнял 2%. Обратите внимание, что заряд аккумулятора и так минимальным, а на последних процентах чаще всего происходят провалы. Режим ожидания также удалось проверить не только за одну ночь, а за несколько полноценных дней. На скриншотах ниже видно, что за 4,5 дня, 110 часов, смартфон разрядился на 32%. Это значит, что на 1% приходится тильда 3. 5 часа простоя. Очень неплохой результат. Тест ПКМАРК, который нагружает смартфон подобно играм, со 100% до 20% разрядил смартфон за 7,5 часов. J-Bench Test, разряжающий смартфон в более щадящем режиме, но от 100% до 0%, разрядил его за 13 часов. Aukitel WP1 поддерживает функцию быстрой зарядки, и время заряда составляет примерно 2 часа, во время процесса ни телефон, ни зарядное устройство, не нагревается настолько, чтобы на это можно было обратить внимание. Заряд плавный, без скачков на первых процентах. Помимо этого есть и поддержка беспроводной зарядки, демонстрацию которой можно посмотреть в этом официальном видео. По результатам и понятно, что никаких проблем с энергопотреблением тут нет. В средне взвешенном использовании смартфон без проблем продержится 3-4 дня. А если вы захотите разрядить его за сутки, еще постараться придется. Выводы, выделим главные, плюсы, уменьшенные размеры, по сравнению с WP2, более самобытный дизайн, субъективная. Увеличенная мощность, Helio P23, поддержка OTG, Type 100 разъем, работающая разблокировка по лицу, быстрая зарядка, плюс наличие беспроводной. Время работы, минусы, отсутствие NFK, отсутствие LED-индикатора. Разрешение дисплея 1440 на 720, система 2.7 или 1.7 microSD. Дополнительный модуль камеры фейковый. Посредственная камера, модуль 2013 года. Aukitel WP1 вышел, наверное, таким, как должен был бы быть WP2. Не зря и название моделей соответствующее, да и последний патч безопасности у WP1 H от 5 июля. Судя по всему, модель изначально проектировалась первой в линейке. Она не без минусов, китайцы продолжают следовать непонятным наваждениям и совершать непонятные поступки, убрали LED-индикатор, который был у всех последних моделей, не добавили возможность одновременного использования двух сим-карт и карты памяти, не добавили NFK и продолжают устанавливать ненастоящие модули камер, не стесняясь говорить про глубину резкости. Но есть и хорошие стороны, мощность увеличилась, время работы не упало, добавили беспроводную зарядку и не забыли про Type 100 и OTG, при этом модель стала удобнее в использовании и ничего не потеряла в своей защищенности. Остается лишь желать цену на пару десятков долларов меньше, и смартфон станет еще более выгодно выделяться на фоне других. Товар предоставлен для написания обзора магазинам. Обзор опубликован в соответствии с П-18 правил сайта. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok